Это итоговый выпуск нашей программы. В студии Анастасия Дороган. Здравствуйте! В ближайшие полчаса расскажем, чем нам запомнилась эта неделя. На этой неделе в каждом федеральном округе страны появился куратор, наставник, который должен помогать своей территории достигать национальные цели. Сибирь теперь закреплена за Викторией Абрамченко. Сейчас она отвечает за недропользование, экологию и лесное хозяйство, а до этого была замминистром сельского хозяйства и замминистром экономно-развития страны. Так представители, по сути, нового управленческого института должны будут помогать точно доводить решения федерального центра до регионов, отвечать за комплексное развитие территории, инвестиционную привлекательность и результативность расходов бюджета. Такое пояснение кураторству дал Владимир Путин во время прямой линии 30 июня. В правительстве Российской Федерации был признан узнать удачным опыт, когда Дальний Восток курировал в чине вице-премьера правительства, труднив, да, с теми проектами, которые там реализовывались. И достаточно удачным оказался опыт назначения кураторами министров, которые прикрепляли к конкретным регионам. Это позволяло более плотно взаимодействовать между министерствами в регионах и министерствами правительства Российской Федерации и, соответственно, продвигать те программы, которые на уровне России исполнительная власть делает. При этом то, что Виктория Абрамченко назначили на СФО, достаточно логичный шаг. Первое, конечно, то, что она сама привязана в СФО, да, она родилась в Красноярском крае, тогда Хакасия в Красноярском крае относилась, да, с Республики Хакасии выходят. С Иркутска начинала работу, да, и при этом в правительстве РФ она как раз контролирует вопросы, там, природопользования, леса, да, это те проблемы, которые в СФО, чаще всего, достаточно вспомнить, там, разлив нефти на Красноярском крае или там пожары большие в лесах, да. Поэтому, с этой точки зрения, ее назначение было вполне логичной оправдой. В своем инстаграм Виктория уже написала, что рада назначению по Сибири, заявила, что продолжит работу по экологической повестке. Это коснется проблем ликвидации объектов накопленного вреда природе, созданию инфраструктуры для обращения с отходами, снижению выброса в атмосферу. Подписчики быстро среагировали на ее назначение и уже задают вопросы о своих территориях. И еще одно крупное политическое событие. Алтай посетил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. В нашем регионе у него была насыщенная программа. Утро он начал в краевом правительстве, а вечер встретил в Смоленском районе. О чем говорил политик и чего стоит ждать после его визита, расскажем далее. В Алтайском крае стартовала программа до газификации. Речь идет о домах, которые не подключены к голубому топливу, хотя инфраструктура на территории создана. В Смоленском районе программу реализуют в трех селах. Это точильная. Так, газ накануне зашел в дом Николая Ермакова. Уже все тяжело и уголь таскать, и дрова таскать. Пускай лучше деньги заплатил, попись. Волнительный момент с мужчиной разделил глава региона Виктор Томенко и сенатор России Андрей Турчак, который в этот день прибыл на Алтай с рабочим визитом. Проверил он на уровень газификации региона. К 2022 году в крае нужно подвести газ к 103 тысячам домов. Для сравнения, сейчас в регионе пользуются голубым топливом 137 тысяч семей. 16,5% – это уровень газификации, который мы достигли в Алтайском крае. Мы считаем, что это очень низкий уровень, и наша задача сегодня – увеличить этот процент за счет нового строительства. На эти цели компания инвестирует в регион 60 миллиардов рублей, причем до газификации программа социальная. Порядка 100 тысяч рублей – это необходимый комплект оборудования, это котел, который необходимо в доме установить, это счетчик, это газоанализатор, ну и, соответственно, конечное устройство – это газовая плита. Где-то идет компенсация 50% для какой-то категории, для какой-то категории 75%. Есть категории, которые полностью на 100% проводятся эти работы бесплатно. Во время рабочего визита сенатора краевые власти не могли обойти и продуктовый вопрос. В сельскохозяйственном регионе, где выращивают овощи, тоже запредельная стоимость картофеля, моркови и свеклы. В Первомайском районе делегация политиков посетила местное фермерское хозяйство. Так, по словам губернатора, край обеспечивает себя овощами на 85%. Остальное приходится докупать из других регионов или даже стран. Отсюда и скачок цен. Все, что мы добираем извне, приходит нам по тем ценам, которые товаропроизводители, так называемые перекупщики, а на самом деле те, кто занимается логистикой, перепаковкой, упаковкой, доставкой, сохранностью и так далее, они поставляют на наши рынки через все эти торговые и так далее. Устанавливается определенная цена, наши, естественно, туда подтягиваются. В Алтайском крае овощи на данный момент завозные большую часть, поэтому здесь может еще связываться и с этим, везут с южных регионов. Как бы мы только вышли копать, поэтому на данный момент сейчас цена начнет падать в Алтайском крае. Падать стоимость начнет в связи с появлением нового урожая. Кстати, большая часть производимого картофеля поставляют в социальную сферу – больницы, детские сады, школы и даже для Росгвардии. И это еще одна причина – урегулировать стоимость. Я думаю, что в течение ближайших двух недель с федеральными сетями этот вопрос доработаем. Очевидно, что ценник упадет первым тактом через две недели, и второе снижение мы планируем уже к концу августа. Но самое главное – нет. Самое главное, чтобы региональная власть в свое плечо поддержки фермерства оказали. Кроме того, политики посидели и знаковое место краевой столицы – Нагорный парк, который существенно преобразился с программой комфортной городской среды. А скоро, возможно, Нагорный парк станет популярным и по другой причине, если здесь установят стелу город трудовой доблести. Самое важное, что решение по представлению заявок на эту номинацию принимают люди. И здесь в Барнауле было обеспечено народное голосование. Всего приняло участие порядка 180 тысяч человек. Это говорит о многом. И главное, о чем это говорит, о том, что за счет вот этого проекта мы смогли еще и вернуть к исторической памяти молодое поколение. Молодежь, которая сегодня проявляет большой интерес к малой родине, будет сподвигать на получение образования и приложение своих усилий для прославления Алтайского края. Напомним, во время Великой Отечественной на Алтай эвакуировали около 100 предприятий, из них 14 крупных – в Барнаул. О трудовой доблести говорят и цифры. Каждый второй винтовочный патрон делали в Барнауле. Кстати, название города трудовой доблести претендует и еще три алтайских города. К ним относятся у нас, естественно, Бииск, Новоалтайск и Рубцовск. Мы все три города будем представлять на присвоение им статуса. А уже совсем скоро станет ясно, где именно в Барнауле установят стелу города трудовой доблести. Изначально жители краевой столицы предложили 23 варианта, однако сейчас рассматривается уже 11 мест. Среди них Нагорный парк, площадь Октября, проспект Строителей и другие. Анастасия Дороган, День с толком. В медицинском сообществе все чаще говорят, сейчас в третью волну пандемии едва ли не сложнее, чем осенью 2020-го. Да, массовой паники нет, все уже привыкли к статистике, чего не скажешь о врачах. Речь не только о сотрудниках красных зон. В последнее время огромную нагрузку на себя ощущают скорые. Она расшагировав, провела с врачами экстренной помощи пару часов и готова поделиться впечатлениями. Сигналы о вызовах приходят и днем, и ночью. Но главная трудность диспетчера даже не в этом. На каждый адрес нужно отправить бригаду, которая едва успевает приехать с прошлого вызова. Ну вот вчера, за вчерашние сутки было 217 на нашу подстанцию. Это много? Ну это больше, чем обычно. В сутки почти под 30 вызовов. Получается на каждый меньше часа, даже если расстояние не близкое. На том конце провода может быть все, что угодно. От температуры в 37 до инсульта или кровотечения. И везде нужно успеть. Иначе в лучшем случае врачи и скорой ждут возмущения пациентов. В худшем – летальный исход больного. Подстанция должна выдавать 11 бригад. Но, к сожалению, сейчас у нас наблюдается дефицит кадров. Мы не всегда можем выдать 11 бригад. Выдаем на одну, две, а иной раз на три бригады меньше. Снова вызов. На этот раз больной коронавирусом. О прелестях защитного костюма, в который так ловко перевоплощаются врачи, мы уже говорить не будем. Зато пациент, который требует госпитализации, решил собирать вещи в больницу целых 40 минут. За это время скорая могла бы, например, спасти еще одну жизнь. Но вынуждена ждать. И такая история повторяется из раза в раз. 11.05.10. 11.05. По дороге встречаем еще две машины скорой помощи. И в них больные, которые тоже направляются в госпиталь. После каждого такого вызова машина обрабатывается, врачи снимают костюмы, под которыми мокрые головы и спины. Просто смены пролетают. Знаете, утром приходишь, вечером уходишь, нагрузка очень сильная и устаешь очень сильно. Если работники поликлиники ставят диагнозы после обследований и анализов, то эти врачи должны быстро и буквально на глаз понять, какая помощь нужна. Поэтому желающих работать в скорой мало. Оттуда и дефицит кадров. Не каждый выдержит и непонимание общества. Ведь многим кажется, если врачей долго нет, то они чуть ли не за углом пьют кофе. Смешно, но это реальные претензии горожан, говорят врачи. В то же время, пока на одном конце города кто-то страдает от занозы или просто хочет уйти на больничный, в другом жизненно необходимой помощи не дожидаются. Сигнальный вызов очень часто, особенно в вечернее время. Утром надо идти на работу, а человек день провел весело и гурно. Ему нужен сигнальный, что спина болит или давление болит. Хотя он и не является освобождением от работы. Где-то в это время случилось автодорожное или еще что-то. Медики говорят, горожане зачастую даже не знают, где находится их районная поликлиника. Тогда как многие недуги может вылечить именно участковый врач. Поэтому еще раз напоминает, в 103 телефон экстренной помощи, а температура чуть выше 37 не смертельна. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком. Заместитель министра здравоохранения края Наталья Белоцкая несколько дней провела в командировке. Она побывала в двух ковидных стационарах Славгородской ЦРБ и больнице МЧС номер 128 в Яровом. Представитель ведомства проверяла условия пребывания, качество лечения, обеспеченность кислородом, укомплектованность кадрами. Подробности этого визита в Минздраве обещали дать в понедельник. Но выбор территории может быть не случайен. На этой неделе к нам поступило сообщение от жителей Ярового о том, что местный ковидный госпиталь стремительно заполняет пациенты, значительное число из которых – туристы. Мы проверили эту информацию, решили в целом выяснить, к чему сейчас нужно быть готовыми в разгар турсезона и пандемии. Какой бы счастлив нам с тобой на баре. По сравнению с прошлым летом Яровой живет на полную катушку. Сколько там отдыхающих? Вряд ли кто-то может вообще назвать эту цифру. Большие пляжи, соленое озеро, много кафе с музыкой. Но все же Яровой – не иной мир. Третья волна пандемии докатилась и до озера. В местной больнице нам рассказали, что список больных коронавирусом пополняется ежедневно. И в основном за счет гостей курорта. Несколько случаев с Новокузнецка приезжают уже заведомо больные. Есть приезжающие с больничным открытым листом сиси интуков, то есть с Северного Кавказа. Есть жители Барнаула, Кемеровская область, Томск и все тут есть. По словам Татьевского, медсанчасти готовы принять максимум 60 ковидных больных. При этом 18 из них в запасе. Вот только до использования резервных мест осталось всего ничего. 39 коек больницы уже заняты. Однако, нам говорят, ситуация под контролем. Но если туристы не начнут соблюдать хоть какие-то профилактические меры, кочный фонд придется расширять. Власти Ярового намерены чаще проверять соблюдение масочного режима. Но ограничивать туристический разгул не планируют. Пляжи и кафе будут работать. Наши даже те же самые пляжные учреждения, которые работают, они сегодня работают именно с соблюдением всех санитарных норм. То есть это расстояние, численность посещений. За этим всем наблюдают у нас представители санитарно-эпидемиологической службы. Главный инфекционист края Валерий Шевченко объясняет, что в таких условиях каждый должен понимать ответственность за выбранный отдых. Жестких ограничений нет, но расслабляться не стоит. Каждый гражданин, сделав выбор, что мой отпуск пройдет именно там, на Лазурном берегу, он может туда поехать. Ровно так же, как и перемещение внутри страны, а не без ограничений. Но, опять же, тут нужно четко для себя понять и принять решение, что я это сделаю, при условии, что обязательно увеличится число контактов. Мы обязательно будем в каком-то закрытом помещении со скоплением людей. Мы обязательно будем в транспорте. Не стоит забывать и вакцинации. Так, в некоторых зонах отдыха края с отдыхающих уже требуют электронный сертификат или результаты ПСР-теста на коронавирус. Правда, яровое в их число не входит. Маргарита Гартунг, Андрей Печоркин, День с толком. Рубцовск разделился на два лагеря. Одни выступают за ларьки с круглосуточной продажей спиртного. Другие, именно о них пойдет речь, против. Аргумент – близость таких киосков с детскими зонами, игровыми площадками, детсадами или школами. Валентина Скерова отправилась в Рубцовск и получила любопытный ответ от продавцов, жителей и даже детей. У меня нету выше 4 центов ничего. У вас вот прям в киоске стоит бутылка, на ней написано «Крепость 6,5%». А, ну это коктейль, наверное. Коктейль за 130 рублей продавец спешно убирает с прилавка. Эта торговая точка в Рубцовске, кажется, работает по своим правилам. После нашего вопроса продавец получает от директора новые указания. А зачем вы выставили? Разбирала бутылки и поставила. Пошла на работу, зашла в магазин. То есть вы в нетрезвом виде торгуете? В нетрезвом виде. Ну а как мне еще понять? Я сяду смену, сдам, сяду на маршрутку и уеду. Продавать 6% алкоголь не имеют права, признает сотрудница киоска, но настаивает на легальной продаже 4% пенного. Круглосуточный ларек расколол Рубцовский поселок на два лагеря. Часть жителей всеми руками за подобный магазинчик прямо у дома. Другие категорически против. Ларек, к слову, в двух шагах от детской площадки. Как можно допустить, что рядом с детской площадкой, где занимаются дети, где проводятся праздники детские, и через дорогу ларек, который торгует пивом. Вот люди мне написали заявление, что здесь продают самогон круглосуточно. И когда здесь магазины закрываются, пиво берут в этом киоске, приходят вот здесь на детскую площадку, распивают, забрасывают ее бутылками. Обеспокоенные родители написали письма и в полицию, но даже не ожидали такого исхода. Когда мы обратились, получилось так, что наши фамилии и имена озвучили, и люди стали возмущаться по поводу нашего заявления. Люди, местные жители, которые за этот киосок? Ну и некоторых, которых устраивает такая ситуация, что там продается в любое время, и то, что хотят. Полиция как дело закрыла? Понятия не имею. Никакого ни ответа, ни привета. Мы тоже обратились в полицию. Нам сообщили, что этот ларек проверяли уже несколько раз и выявляли нарушения. Факты реализации продуктов самогоноварения не подтверждаются. Осуществлено три проверки. Составлен административный протокол по статье 14.16 Кодекса об административных правонарушениях. Это торговля в неустановленное время. В настоящее время проводятся экспертизы. Материал будет направлен в суд для рассмотрения. На вопрос, есть ли в киоске разрешающие документы на торговлю алкоголем, правоохранители заявили, что не комментируют этот момент. Не комментируют и власти Рубцовска. А между тем, тот ларек не единственный, расположенный в непосредственной близости от детей. Школой буквально в двух шагах находится такой же ларек, где, по словам родителей и директора школы, продается не только алкоголь, но еще и наркотики. Это слова мальчика о продаже наркотических веществ. А пенный напиток рядом со школой, как видим, продают. Кстати, в общественном доступе мы не нашли нормативных документов по поводу расстояния между алкоточками и образовательными учреждениями Рубцовска. Но если опираться на барнаульскую норму, то она следующая. Продажа алкогольной продукции. Далее по тексту я не буду считать. До стационарных объектов торговли, от указанных ранее объектов образования, медицинской деятельности и прочее, составляет 40 метров. Соответствуют ли расстояния нормативу, выясняют надзорные органы. Но, к слову, прямо под носом у администрации Рубцовска тоже есть такая торговая точка. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Летние Олимпийские игры в Токио начались. Сегодня первый день соревнований. Алтайский край на международной арене представляют легкоатлет, чемпион мира в беге на 110 метров Сергей Шубенков, чемпионка мира и Европы канаистка Ирина Андреева и стрелок Сергей Каменский, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года. Впереди у них напряженные и волнительные дни. Накануне стартов спортсмены предпочитают не давать интервью. Поэтому о перспективах их участия на Олимпиаде, о внешних условиях проведения такого международного праздника и проблемах в спортивной сфере мы поговорили с директором Центра спортивной подготовки края Владимиром Альтом. Олимпиада. Дело серьезное. С какими трудностями могли столкнуться спортсмены, тем более спортсмены из Алтайского края, то есть это и физические проблемы, и психологические проблемы. То есть что значит для спортсмена именно Олимпиада? Ну, я думаю, мы будем говорить об алтайских спортсменах. Давайте. Хорошо? Давайте. На сегодня официальном списке у нас 4 алтайских спортсмена, если так говорить. Ну, здесь волейболист Илья Скуркаев, он воспитанник алтайского волейбола. Он у нас у Елены Бочкарева в Бийске занимался, потом Сергей Марков здесь в Барнауле, да, и из Зари Алтая в университет он. Он и в 18 лет переехал в Новосибирск. И сейчас он в составе сборной команды России. Кроме этого, это стрелок бийский Сергей Каменский. Здесь Ирина Андреева, гребли на байдар к конову, не к конове. И Сергей Шубенков, барьеры. Трудности какие? Особых у Каменского и у Андреева особых трудностей не было. У них была плановая совместная подготовка. То есть мы помогаем ей в Алтайском крае, обеспечиваем. Но главное, это, конечно, сборная команда России, это Федерация Минспорт России. Это совместная работа нашего Минспорта, Центр спортивной подготовки. Все у них по плану. И они не зря пробились в основной состав сборной команды России. Сергей Каменский будет выступать там в трех упражнениях. Это микс пневматика с женщиной. Пневматика 10 метров и стандарт пулевая стрельба. Андреев это 200 метров, индивидуалка. И Срамасенко они 500 метров, каноэ двойка. У Сергея Шубенкова 110 метров с барьерами. И, конечно, с самыми большими проблемами, я думаю, все знают, всю эту эпопею с Сергеем Шубенковым. Плюс до этого у него была травма. Потом не пускали никого. Потом надо было попасть в десятку. Потом там кое-какие претензии от ВАДа. Все это сейчас устаканилось, но, естественно, у него не было стартов, не было соревновательного периода. Практики совершенно не было. Но тот результат, который он показал накануне в Венгрии, несколько дней назад, как бы обонадеживает, что РОС есть. Но когда не было стартов, здесь очень сложно готовиться. В этот период, конечно, самое, что мы боимся, это, конечно, раз такая форсированная подготовка, это, естественно, могут аукнуться старые травмы. Когда его когда-то сбил Маклеуд, ездил, лечился долго тогда. Если этого ничего не случится, Сергей Александрович Клевцов, его тренер опытный, то они, конечно, будут претендовать на медаль, как наши все, и Андреевы, и Каменские. Они все претендуют на медаль, но сейчас конкуренция такая мировая, что любая медаль, это уже, я считаю, огромное достижение. Мы знаем, какая сейчас в Токио обстановка, что спортсмены прилетели, грубо говоря, им разрешено находиться в гостинице и выходить на спортивные объекты, и некоторым еще 15 минут в городе можно находиться. Насколько вот эта вся атмосфера может давить на спортсменов, или наоборот в плюсе, что ни на что не отвлекаемся, только в спорт? Ну, если бы это было только сейчас, а то это уже второй год, это песни, поэтому я думаю, к этому все привыкли. Ну, кто-то, конечно, немножко возмущается, что не совсем привычно, кто молодой попал, сильно не участвовал в вылете. Не думаю, что это особо сказывается. Главное, это все-таки состязания, соревнования, настрой. Я думаю, все спортсмен посвятит только этому, к своему достижению, своему успеху. Это высшее, высшее достижение, он может достичь, это чемпион Олимпийских игр. Сами знаете, все об этом мечтают, стать победителем. Отзывы прессы, гром аплодисментов, награды, пенсии, обеспечения, да? Еще можно и двинуться в политику. У кого больше шансов проявить себя, из алтайских спортсменов, проявить себя на Олимпиаде? А у всех есть шансы? Почему нет-то его? Но все же по соперничеству, мне кажется, у Шибенкова и у Андреева соперников немножко побольше, немножко так поопаснее, нет? Ой-ой-ой, совершенно вы не правы. По правде. Да, такие же соперники в пулевой стрельбе еще страшнее там конкуренция. Мне кажется, Латкомецкий, он более уверенный в своей направлении, нет? Да, это вы все говорите, да? Что вы? Ну, о чем вы говорите? Уровень такой в стрельбе, в пневматике, очень жесткий и так далее. Поэтому шансы у всех одинаковые. Немножко такой неприятной темы. Продолжение к России особое внимание перед Олимпийскими играми. Это и наши любимые, да, так в кавычках, все процедуры с допингами. Ну, в кавычках, повторюсь. Продолжится ли такая тенденция к России? Почему такое внимание именно к России? Ну, это доктор рассказывает, все знают эту подоплеку, но дыма без огня не бывает, понимаете? Я много лет уже в спорте, и действительно, ну, даже возьмем свежие примеры, идет чемпионат Сибири по легкой атлетике, да, приезжает Русада, как только узнали, десятки спортсменов снялись со старта, лишь бы не проходить допинг-пробы, понимаете? Это же звонок, звонок. То есть уже о чем-то говорит? Да, о чем-то говорит, да. Поэтому где-то, да, где-то вот эти замесы политические, перебор, а где-то все-таки, конечно же, все это начинается еще иногда с детского спорта, да. Зарплата тренера уже в детской, детской, юношской спортивной школе зависит от результата, какую ты категорию получишь, какие результаты, и кто-то, конечно, идет, таких немного идут на эти нарушения, антидопинга и так далее. В последнее время очень серьезная работа проводится, мы сдаем там и экзамены, и знания, и так далее, и проверяют больше, и прочее, прочее. Ну, к сожалению, вы же понимаете, любой ценой добился успеха, да? Тебе награды, автомобили, звания, почетный гражданин, а назад-то что-то никто ничего не отбирает. Вот поэтому это, ну, в последнее время огромный объем работы и так далее. Даже вчера руководитель ВАДа признал, что огромный объем работы в России сделан, и так далее. Ну, я думаю, что посмотрим, к 22-му году там пока все эти ограничения по сборной России, по проведению чемпионатов, ну, и уже идут по движке, кое-что разрешают провести. Ну, не будут ли так предвзято немножко относиться к спортсменам из России? Из-за чего? Ну, вот из-за всех политических нюансов. Да нет, среди самих спортсменов это все нормально. Не думаю, что там что-то будет и так далее. А дело болеть, что за кого болеть. Есть ли какая-то вот изюминка, нюанс подготовки алтайских спортсменов и российских, что они могут на шаг впереди быть иностранных спортсменов? То есть в чем вот алтайская подготовка, может быть, отличается? Я бы не стал, потому что мы же не отдельно готовим спортсмена. А вот речь, давайте поведем больше о другом, у нас в Центре спортивной подготовки сегодня на контракте 90 спортсменов. Мы с 16 лет уже можем заключить контракт, если он победитель, там, первенств России, спартакиада учащийся, да, у него уже небольшой контракт и так далее. У нас талантливых очень много, но мы отслеживаем и резерв уже там 14-15 лет и так далее. У нас большая сеть краевых школ Олимпийского резерва. У нас школа, училищ Олимпийского резерва, она как техника, да. И есть условия для юных талантливых спортсменов. В последнее время больше средств выделяется на инвентарь, на командирование. Это вот закономерно, я это знаю по себе, какие были средства раньше. Россия выделяет больше средств, ну, я имею в виду центр Министерства спорта, больше средств на материальную базу, на субсидии детским спортивным школам. То есть условия не плохи, таланты есть, кадры у нас есть и так далее. Проблема, конечно, одна. Расстояние, перелеты. Многим надоедает летать туда-сюда, в основном соревнования в европейской части. Поэтому кто-то пытается переехать в Москву, в Санкт-Петербург. Кого-то мы пытаемся заключить, разрешается контракт двойного параллельного зачета. Допустим, Санкт-Петербург, Алтайский край и так далее. Есть спортсмен юный талантливый, но нет тренера такого уровня, который его выше подготовит. Но главное, что он продолжает выступать за Алтайский край и также учитывается его достижение двум субъектам Российской Федерации. Я скажу, что в Алтайском крае очень много талантливых юных спортсменов. А вот есть проблема, это школьный юношеский возраст заканчивается, наступает молодежный возраст, и у некоторых спортсменов, может быть, кто-то сразу раскрывается быстро, переход особо не заметен, но таких немного. А некоторым надо период перехода во взрослый спорт. И здесь не финансируют особо, если у тебя нет достижений, ни Алтайский край и ни Министерство спорта. А он с семьей, средства нужны, чтобы жить, существовать и так далее. Кто-то находит средства, терпит где-то и так далее, и бывает позже раскрывается, а кто-то просто заканчивает спортивную карьеру. Это болезнь всего российского спорта. И еще немного о спорте. Следующий наш герой – ультрамарафонец, который пробежал 100 километров меньше, чем за 9 часов. Но это скорее его хобби. Михаил Семенов – сотрудник спецназа из Рубцовской. Через несколько месяцев ему нужно будет не только быстро пробежать. Осенью мужчину ждет серьезное испытание. Все ради того, чтобы носить краповый берет. Последний раз алтайским сотрудникам его вручали 16 лет назад. Но Михаил уверен – справится. Впрочем, мы не сомневаемся. Смотрите сами. А это пресс должен работать? Это всякую помощь. Плюс баланс тела. Ноги скользят, тело не слушается, колени дрожат. Высотная подготовка не для новичка. А для спецназовца Михаила Семенова обезвредить противника в воздухе – обычная зарядка. 16 секунд на штурм здания. Коллеги давно его зовут «Ветер». Давняя история. Еще я только переводился в отдел. Я жил на остановке парка «Солнечный ветер». И когда мне говорили, Миша, куда тебе довезти, я говорил, парк «Солнечный ветер». Потом просто «Солнечный ветер» так и прилипло. Вот коллеги говорят, что очень быстрый. Стараюсь соответствовать. Осужденные подняли бунт, захватили заложников и потребовали выкуп. Стандартный мятеж в колонии. Бойцы легиона молниеносно захватывают преступников. В отделении 8 бойцов. Михаил, пожалуй, самый быстрый и выносливый. В прошлом году о нем уже говорили в СМИ. Он пробежал 100-километровый марафон меньше, чем за 9 часов. Вообще с детства хотел быть врачом. Даже первое образование имею медицинское. Но потом сложилась так судьба, что я попал в УФСИН, в учреждение, лечебно-исправительное учреждение номер один. И оттуда меня уже пригласили в спецназ. Спецназ, это не просто груда мышц, это в первую очередь интеллект. Это интеллект, который способен применить физическую силу и огнестрельное оружие тогда, когда это нужно. А в сентябре Михаила ждет новое испытание на право ношения крапового берета. Рукопашный бой 5 километров за 4,5 минуты. Марш-бросок. Когда в 20-килограммовом амбудировании бегут по грязи и болоту, оберегая оружие от влаги. Иначе контрольный выстрел не сделать. Первая очередная задача – это сдать на краповый берет на право ношения. А там поступят дальнейшие цели, дальнейшие задачи. Будем стремиться уже к ним. А вы стадите? Уверены в себе, в своих силах? Да. Помешать Михаилу может только пандемия, как случилось год назад. Боец уверен, что в этот раз он все же наденет краповый берет. И станет еще большим примером для сына, который уже мечтает быть похожим на своего смелого и уверенного отца. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Такой мы запомнили эту неделю. Напоминаю, для вас работает телефон оши редакции 205-545. Смотрите нас на 22-й кнопке и в социальных сетях. А через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи в эфире. До встречи в эфире.